Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, скорее всего у нас заканчивается в сегодняшнем выпуске карьера за Зенит. Наша рубрика, которая длится пока что два сезона, но я не знаю, если у нас сейчас не получится выиграть в этом выпуске Лигу Чемпионов, к этой задаче мы шли как раз эти два сезона, то мы закончим. Если нет, будет третий сезон и я не знаю, там уже по времени будем от этого отталкиваться, но я верю, что у нас все-таки получится. Сегодня также у нас игра против Спартака, которая может стать решающей, если мы выиграем сегодня Спартак, то мы становимся чемпионами за тур до его окончания. Так что как-то так. Переходим к игре со Спартаком. Дальше у нас, кстати, игра с Тамбовым, поэтому с Тамбовым мы как раз может быть и ротируем состав, поэтому вот сейчас выпустим основной состав. Все-таки Спартак, мощная команда, поэтому как-то так. Я не знаю, стоит ли вот Мостового давайте с пиковой формой выпустим, Оссорио того же вместо Аки. Ну и все, по остальным вроде все замечательно у нас. Зенит против Спартака, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит принимает московский Спартак. Интереснейший матч на сегодня, нам сегодня предстоит увидеть. Поехали. И все-таки мы пропускаем на 86-й минуте. Очень обидно. Я даже не знаю сейчас уже кого выпускать. Пусть будет Чалов, Шамуродов у меня в нападении. Но посмотрим. Почему-то не вышел даже Шамуродов сейчас. И все, заканчивается матч. Минимальное поражение, причем наносит нам его, можно сказать, Кокорин. Ну, на один матч, я так понимаю, у нас откладывается пока что чествование нашего чемпионства. Сейчас не знаю, как там дела у нас в турнирной таблице будут обстоять. От ЦСКА тоже будет зависеть, но они выиграли свою игру. И у нас сейчас, ну да, как вы понимаете, у нас сейчас особых вариантов нет. Нам нужно обыгрывать Тамбов, которые идут сейчас на восьмой строчке. И мы вроде как там будем играть сейчас даже на выезде, но постараемся. Нет, мы тоже будем играть против Тамбова дома, поэтому в любом случае трофей достанется, так сказать, в Петербурге. Лунев никуда не собирается, хотя слухи идут про ЦСКА. И Азмун может перейти в Лион. Ну и Дрюси получил прозвище Маленький Принц. Ну что же, переходим к игре с Тамбовом. Сейчас она может стать либо чемпионской, либо нет. Я выпущу, естественно, большинство игроков. А, кстати, надо посмотреть сейчас, через сколько у нас там будет игра с ПСЖ. Через неделю, поэтому, мне кажется, можно и основной состав выпустить, почему бы и нет. Потому что эта игра очень важна для нас. Ну и все. Малко мы только вот поставим. Все, вот таким составом мы выходим. Капитанскую я дам Азмуну. Если что, он будет поднимать трофей над головой. Зенит против Тамбова. Поехали. Итак, Газпром-арена. Снова мы возвращаемся на этот стадион. Обиднейшее поражение было от Спартака. Минимальное в конце матча упустили. Ну, там и ничейный результат мы упустили. Но, в любом случае, все бы решилось, даже если бы сыграли со Спартаком в ничью. Все бы решилось вот в этой последней игре против Тамбова. И замечательно. Вот он, Сердар Азмун. Который забил хэт-трик в полуфинале Лиги Чемпионов. Забивает и сейчас. К сожалению, не получилось ему забить против Спартака. Ну, вот получилось сейчас. И его гол сейчас может стать золотым для Зенита. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Зенита над Тамбовом. И все. Мы стали двукратными обладателями Чемпионата России в нашей карьере. За два сезона. Два трофея вот таких вот замечательных у нас подряд. Так, ну что, будем ли мы ждать или нет награждения? Все-таки там Сердар Азмун должен поднимать трофей. Тем более, он еще и стал автором золотого гола в этом сезоне. Поэтому поздравляем всех болельщиков. И вас в том числе я поздравляю. Ну и Азмун, естественно, лучший игрок сегодняшнего матча. Так, а там ЦСКА-то, кстати, и в ничью сыграли с Ахматом. То есть нам тоже можно было в ничью сыграть. Ну а так, замечательная лидерс у нас на три очка. Ну и вот так вот все у нас заканчивается. Химки занимает 16 место, Ахмат 15. Уфа и Сочи в стыки попадают. Мы прямую вроде путевку в Лигу Чемпионов. Краснодар будет бороться в Лиге Европы квалификации. ЦСКА в Лигу Чемпионов квалификацию. А Спартак, Рубин там, наверное, попадут в Лигу конференции. Вот как-то так. Итак, в сборную сезона у нас попали Жезус и Азмун. Вот эта вот пара нападений, дуэт. Замечательно сыграл. Мне очень даже понравился. Азмун получил все-таки предложение от Леона, я так понимаю. Раз уже и в новостях пишут. Сейчас посмотрим. Да, всего лишь за 17. Ну, кстати, ну это выше рыночной стоимости. Я думал, Азмуну сейчас там уже по 30. Но нет, ему 27 всего лишь. Поэтому нет, мы пока что отменяем. Все вот переговоры с ним связаны. И что у нас здесь? Опорника нам как раз здесь нашли. Замечательно. Рабьо, но он как бы центральный полузащитник. Поэтому нет, нам бы чисто... Вот Локотели, кстати, интересный вариант. Почему бы и нет. Ему 24 всего лишь. Так, какого нам здесь еще нашли? Молиста какого-то перуанца. Ну, я не знаю. Ну, вот Локотели, мне кажется, самый такой интересный вариант. Тем более у нас... Ну, кстати, вот Бариус до 81. Нам бы получше только на усиление. Вот, поэтому я бы еще бы подождал. Так, Жезус признал лучшим игроком турнира. Вообще замечательно. В тренерскую карьеру у нас что здесь? Да, коллекция побед и все. Две победы у нас подряд в чемпионате России и в кубке мы, к сожалению, вылетели в этом сезоне. Что вы скажете своим футболистам перед финалом Лиги Чемпионов? Ну, получайте удовольствие от игры. Все-таки вряд ли это кто-то уже повторит. Вот. Такое вот наше достижение из российских уж точно клубов в принципе. Поэтому я не знаю. Выходите на поле. Играйте в футбол, получайте удовольствие. Ну, вот все. Ну, а правда, что еще-то здесь нужно сказать? Поэтому мы переходим к матчу против PSG. Сейчас нам покажут здесь на раздевалку. Вот эту вот предматчевую речь Роберто Карлоса, который за два сезона смог вывести Зенит в финал Лиги Чемпионов. Ну, вот смотрите. У PSG, кстати, Мишель какой-то на воротах. Слева Крузова, Кимпенбе, Маркинис, Керрер, Верати, Дракслер, Гуэн, Неймар, Мбаппе, Ди Мария. Ну, то есть здесь-то понятно. Нападение у них прям пиковое. У нас выйдет вот этот состав. Мне обязательно, что там у Мостового, у Регонии, пиковый. Но будет именно вот такой состав. Я не знаю, что по капитанской повязке. Пусть так же будет у Азмуна. Вот. Поэтому я не знаю, что сейчас. Просто действительно выйдем и должны получить удовольствие от игры. Зенит в PSG в финал Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, мы в Голландии. Йохан Кройф Арена. Зенит против PSG. Для российского, в принципе, футбола. Голландия. Хорошие воспоминания. Евро-1008. Как мы победили голландцев. Вот. Ну, с такой немножко ассоциацией решил я свести вот этот вот финал на Амстердам-арене. Йохан Кройф Арене. Домашнем стадионе Амстердамского Аякса. Спокойно. Очень хорошо здесь Сантос. Ой-ой-ой. Спокойно. Спокойно. И все-таки мы пропускаем. На 88-м минуте, я так понимаю, там PSG все в атаку пошли. И нам забивает Мартинес. Зарисушка. Ну и на подборе, естественно, игроки PSG. Мы проигрываем финал. Проигрываем финал Лиги Чемпионов. На последней минуте, прям вот как против Спартака. Практически так же. Поэтому у нас будет третий сезон. Третий сезон, скорее всего, и будет последним. По матчу, на самом деле, матч-то равный был. Но вот просто повезло PSG. Все. Что я могу по этому матчу сказать. Итак, мы смирились говорить Джезус. Его там Верати успокаивал. Слухи пошли, что Джезус может вернуться в Манчестер-Сити. Так, что у нас по ОПЗшнику? Там Джанна, кстати, сейчас вот нашли. А, нет, Портей. Вот, кстати, ему 29. Возрастной немножечко для нас игрок. Тиаго Майя. 76. Ужасный рейтинг. Ну и там какого-то вообще нам нашли. Но я не знаю, Портея покупать чисто на один сезон. Хе-хе-хе-хе. Вот правда, я не знаю. Давайте попробуем. Посмотрим, что у него вообще по цене. По цене мы как раз-то, в принципе, укладываемся. Поэтому давайте отправим. В сборную месяца попали Азмун, Жезус. По тренировкам Чалов плюс 2 к рейтингу добавил. Аздоев и Регони по минус 1. А нам, кстати, Ювентус предложил стать главным тренером. Но, естественно, мы туда не перейдем. Мы еще и в Зените хотим сезончик поработать. И будет, скорее всего, для нас вот действительно последний сезон. Что у нас здесь по трансеру? Ну, вот Портея, согласно, нам продает за 24 миллиона. И 4 миллиона у него годовая зарплата. Почти на миллион готов он на понижение зарплаты пойти. Поэтому все, мы подписываем Портея. 5 миллионов у нас еще остается. Вот Портея, первый игрок, кто к нам присоединится. Но это чисто по позиции. Мне нужен был игрок. Потому что у меня было только Бариус и все. из опорных полузащитников. Так, ну что, смотрим дальше. Там по возрасту, наверное, надо еще посмотреть. Ну, Лунев. Я не знаю, что насчет Лунева. Стоит ли нам покупать второго вратаря. Лунев как такой уже символ команды стал. Поэтому я не знаю. По рейтингу пока что он сильно там не падает. Стабильно. Ну, сам 79 был, сейчас 78. Я не знаю. Пока что держится. Поэтому давайте его пока что оставим в покое. Бариус 29 еще. К нам еще сейчас Портея придет. Поэтому все, здесь уже смотрим дальше по рейтингу. Вот. Стевенса надо нам продать. Суареса. Вот. Им мы уже нашли как бы замену. Теперь уже надо тогда Прохину искать замену. Регой не может перейти в Краснодар. Слухи такие идут. Ну, а Зенит набирает обороты. И на седьмом месте мы теперь в европейском рейтинге. Караваев. Слухи идут про переход в Хитая. Нам предлагает работа Краснодар. В Китае. Шанг Донг. Лю Инг. Тайшан. Продление нашего контракта. И бонус за цели. Это нам сейчас, ну да, 17 миллионов у нас теперь. Но нам все равно вот немножко вот не хватает до Повара. Я не знаю, у нас сохранятся или нет вот эти вот переговоры. Я бы сейчас поудалял из игроков в списке вот всех. Оставил бы только вот Повара и Хосе Гаю. Так, ну, кстати, Хакими. Так, ну это пока что удалим. Вот, кстати, Милитао. Нам его находили. Я не знаю, сейчас можем ли мы его писать. Да, вместо Прохина. Почему бы и нет, было бы интересно. Этих пока что давайте оставим фланговых защитников. Так, ну и надо сейчас отклонить работу в других командах и подписать контракт с Зенитом. Все. Продлеваем контракт еще на один сезон вместе с Зенитом. Так что третьему сезону быть. Так, у нас последний матч сезона. Играем против Old Boys. Играть мы, естественно, его не будем. Сейчас просто мне интересно посмотреть, кто там завершал карьеру. Вот Модрич, Белоти, Мертенс, да, Мертенс. Поэтому вот Шмейхель, Кришета, Филиппе, Пике, Йонг, Модрич, Билья, Марселло, Борхо Вальера, Тебель, Мертен заканчивает карьеру. Ну и тут Рубен, Бетта, Вертонген, Эванс, Маскерана, Глушаков, Ибор, Эмиралес, Рубен, Палькао, Варгас и Диего Коста. Поэтому как-то так. Просто сейчас просимулируем. 3-1 обыграли старичков. Желаю клубу всего наилучшего. Пике прощальные слова свои сказал. Ну и все. Переход там дальше идет уже в следующий сезон. Давайте мы посмотрим все соревнования. Ну, Лига Чемпионов, понятно, ПСЖ выиграли. Но, кстати, Жезус стал лучшим бомбардиром в Лиге Чемпионов. 12 забитых мячей. Потом идет Азмун на третьем месте с 8. По ассистам. Лучшим ассистом стал Жезус. То есть для него прям вообще шикарный сезон. Ему бы надо было вот только выигрывать Лигу Чемпионов. Было бы вообще все замечательно. Что у нас здесь? Лигу Европы выиграл Айнтрахт. Минимально обыграли Лион. Решфорд, Марсиаль по 8 забитых мячей. Два топовых нападающих. Из Манчестера. Ну и здесь Погба. Я не понимаю, почему тогда Манчестер не выиграли Лигу Европы. Ну и Чемпионат России быстренько. Здесь пробежимся. Лучшим бомбардиром стал Вильена. Вот так вот. На втором был Жезус. Здесь Краль. То есть у нас Жезус просто получает как лучший игрок сезона и все. Ну а мы получаем звание лучшего главного тренера. Так Вильена и Краль стали лучшими по голам и ассистам. В Кубке России лучшим стал Саплинов и Колесниченко. Четыре гола они забили. А я так понимаю, ну Ротор-то и выиграли по ходу Кубок России. Сейчас мы посмотрим. Ну да, в финале еще и Локомотив обыграли. Лучшим ассистентом стал Норман. Три голевые передачи. Вот. Ну и все. Саплинов лучший игрок турнира. И Хацкевич лучший главный тренер. Ну а здесь как бы в принципе все понятно. Поэтому как-то так. На этом мы и завершаем этот сезон. Дальше у нас продолжается также рубрика карьера за Лестер, карьера за Зенит, Российская премьер-лига в Лиге Чемпионов и все. То есть вот три карьерки у нас осталось, три рубрики, которые, ну вот Российская премьер-лига в Лиге Чемпионов уже скоро закончится. Поэтому останется вот Лестер и Зенит. Поэтому как-то так. Я бы хотел, конечно, сделать там марафоны. Например, каждый день выпускать по ролику. Поэтому посмотрим по моим возможностям, готовности. Поэтому как-то так. Ну, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей, канал Футбол. Это Жиданый Тест. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok